Когда разговор идти о будовнецтве нового микрорайона, тут шагается, что кроме домов тут з'явится и вся необходимая инфраструктура. Школа, детячий сад, поликлиника. Так и будет, но не сразу. Взведение группы домов обумолено попытом на квартиры людей, которые имеют потребность по общению жильевых умов и готовы будовать их по коммерциным кошкам. Сейчас это прикладно 7 миллионов за квадратный метр. Группа жилых домов смешанной серии на любой вкус и цвет, и КПД, и широкий шаг, и в разной этажности. Сейчас мы ведем проектирование и заканчиваем проектирование самого микрорайона, сетей. Через пару месяцев мы начнем уже проектирование конкретных домов. Ну и в следующем году мы надеемся уже начать туда подбираться объектами, потому что ПСД будет готово. В принципе, проведем какие-то интернет-опросы на метрбай, чтобы люди голосовали, какие-то предложения свои вносили. Як вя дома, колькость домой, киа заразбудует падеж заказе, за непростых экономичных умов скорочается. Все лето, на приклад, их з'явится на 10 меньше, чем летость. А квартиры у коммерцинных домах продаются на достатково примальных умовах. У делу долевым будовництве продугледживает и продаж квартир с минимальной надбавкой. Это как раз для тех, кто стоит на улику для поляпшения жильевых умов. Одним из основных направлений строительства сейчас является развитие работы с нуждающимися. Конечно, да, есть определенные трудности в кредитовании, мы все знаем. Кредитование идет не так активно, и та программа государственного заказа, которая была когда-то, она уже сокращается. Тем не менее, это направление мы не оставляем и принимаем активную работу по проектированию новых домов, групп домов и микрорайонов. Это точечная застройка в микрорайоне 104. У нас есть несколько площадок, которые мы хотим определить для нуждающихся. У нас есть микрорайон 94-96, как группа домов. Не варто забывать, что люди, которые не были квартиру по нельготным кредитам, могут отримать финансовую допомогу державы в его погашении. На ее можно различить при народжении детей. 60 миллионов выдаются при заявлении первого и 122-го детей. А кроме того, в Беларуси существует система будущих сбережений. Об ее подробно можно доведаться в Беларусьбанке.